МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глубоко уважаемые коллеги, анализ современной медицинской литературы показывает, что распространенность хронических патологий и функциональных нарушений у детей, и в частности патологии опорно-двигательного аппарата, одна из наиболее актуальных и социально значимых проблем современной педиатрии. В России рождается только 10% здоровых детей. 68% дошкольников имеют множественные функциональные нарушения, 17% из них хронические заболевания. За десятилетия с 1998 по 2008 год распространенность хронических заболеваний у детей младших классов увеличилась более чем на 54%. В городе Воронеже по отчету службы материнства и детства только 28,8% детей в возрасте 0-14 лет имели первую группу здоровья, 49% вторую, и практически 22% имели хронические болезни. Патология опорно-двигательного аппарата по данным Всероссийской диспансеризации 2002 года занимает третье место в структуре заболеваемости, а по другим данным их распространенность составляет 80-95%. Активная дискуссия в последнее время ведется по вопросам и теологии патогенеза диагностики так называемой приобретенной патологии опорно-двигательного аппарата. Однако нами не было обнаружено в литературе достоверных объяснений разнообразия клиникорингологических проявлений ортопедической патологии у детей. Сегодня в практической ортопедии широкое распространение получило врачебное заключение синдром недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Понятие о диспластическом синдроме может явиться той основой, на которой могут найти объяснения многие ортопедические деформации, сказал еще в 1987 году Аркадий Иванович Казмин. По терминам дисплазия соединительной ткани понимают аномалию тканевой структуры с уменьшением содержания отдельных видов коллагена или нарушением их соотношения, что приводит к снижению прочности соединительной ткани органов и систем. Следствием этого является расстройство эгомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях, которое сопровождается различными морфо-функциональными нарушениями висцеральных и локомоторных систем с прогридиентным течением. Различают дифференцированную дисплазию, это четкий механизм наследования, определенный фенотип и конкретный дефект гена и фермента и недифференцированную дисплазию соединительной ткани. Клиника не укладывается ни в одно из моногенных заболеваний, которое встречается в 95% случаев дисплазии. Наиболее известные формы дифференцированной дисплазии это синдром Эллерса-Данло, синдром Морфана и несовершенностегенез. Прямых указаний на дисплазию соединительной ткани как достоверный фактор развития ортопедической патологии по литературным данным найдено не было. Отмечены лишь косвенные связи с диспластическими процессами. Генерализованная гипермобильность суставов является универсальным признаком дисплазии соединительной ткани и является одним из ее ведущих симптомов. Генерализованная гипермобильность суставов представляет собой состояние, характеризующееся избыточным объемом движения в суставах. Собственно, гипермобильность не является патологическим состоянием, но известно как достоверный фактор риска и неспецифических жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата. В связи с отсутствием взглядов на эти патогенез, существенное число случаев ортопедической патологии лечится симптоматически и не имеет единой схемы. Это обуславливает недостаточную эффективность традиционного лечения детей с ортопедической патологией, а также ранний переход функциональных нарушений в структуральные. Целью исследования явилась оптимизация диагностики патологии опорно-двигательного аппарата у детей, а также выявление клинического маркера развития ортопедической патологии. Были поставлены и решены следующие основные задачи. Это изучить частоту встречаемости структуру патологии опорно-двигательного аппарата среди детей в Воронеже, установить частоту встречаемости генерализованной гипермобильности суставов как основного признака недифференцированной дисплазии соединительной ткани и определить ее связь с ортопедической патологией. Определить структуру соматической патологии у детей с генерализованной гипермобильностью. Выделить группы риска по развитию патологии опорно-двигательного аппарата у детей и их маркеры. Объектом исследования в настоящей работе послужили результаты углубленного анализа данных клинического обследования 800 детей. Работа проводилась на базе 11-й детской поликлиники города Воронежа в Северном микрорайоне, являющегося характерным для крупного промышленного города, большим спальным районом с отсутствием промышленных предприятий и благополучной социальной сферой. С общей численностью населения 149 тысяч, из них детского населения 33 тысячи 310 человек. Решение поставленных задач осуществлялось путем комплексного обследования и лечения двух групп детей. В первую группу были включены 700 детей, выбранных произвольно, разделенных по группам по возрасту по 100 человек 3, 5, 7, 10, 12, 15, 17 лет, а вторую группу дополненного обследования составили 100 детей с генерализованной гипермобильностью суставов в возрасте от 3 до 17 лет. Дети первой группы осматривались в условиях дошкольных учреждений и школ, учитывался анамнез, проводилась энтерпометрия, клинический осмотр ортопедом совместно с педиатром и неврологом. Для оценки генерализованной гипермобильности суставов использован модифицированный счет Бейхтон. Всем детям двух групп для уточнения диагноза в условиях детской поликлиники номер 11 проведено обследование методами компьютерно-оптической топографии и компьютерно-оптической плантографии. Вторую группу составили 100 детей произвольной выборки, обратившиеся амбулаторно к ортопеду поликлиники и имеющих признаки гипермобильности суставов. Критерием включения явилось наличие генерализованной гипермобильности суставов. Критериями исключения стали наличие синдрома периферической цервикальной недостаточности, миотонического синдрома и дифференцированной дисплазии соединительной ткани. В отношении этих детей были сделаны дополнения в лечебно-диагностическом процессе, необходимые для получения новых сведений. У детей второй группы проводился сбор наследственного и акушерского анамнеза. Всем проведена врачом-неврологом оценка состояния центральной нервной системы. У каждого из 100 детей второй группы в обязательном порядке оценивало состояние глазного дна, состояние сердечно-сосудистой системы, состояние желудочно-кишечного тракта. Генетикам в 100% случаев детям второй группы был поставлен диагноз коллагенопатии. Всем детям проведена рентгенография шейного грудопоясничного отдела, электрокардиография, эхокардиография была сделана 45 пациентов второй группы. Реоэнцефалография также выполнена всем 100 детям. МРТ позвоночника проведена 13 больным. По результатам исследования генерализованная гипермобильность суставов выявлена у 187 детей из 700, что составило 26,7%. Гипермобильность выявлена в полтора раза чаще у девочек, чем у мальчиков. И в возрастном аспекте максимальная встречаемость гипермобильности суставов отмечена в возрасте 10-12 лет. Соматическая патология выявлена у 34% обследованных. Преобладающими оказалась патология органов зрения, нервной системы, лорорганов, сердечно-сосудистой системы. Патологии данных систем отмечены в два раза чаще у детей с генерализованной гипермобильностью суставов. Патология опорно-двигательного аппарата выявлена у 73% детей первой группы. Ортопедическая патология у детей с гипермобильностью выявлена в полтора раза чаще, чем в основной детской популяции. Ортопедическая патология у детей с признаками гипермобильности выявлена у 97%, а в группе детей без признаков гипермобильности составила лишь 64%. Комбинированные проявления ортопедической патологии у детей с гипермобильностью выявлены в 2,67 раза больше, чем у детей, не имеющих таковых. Патология осанки выявлена в 70% случаев и встречается у детей с гипермобильностью суставов в 1,56 раза чаще, чем у детей, не имеющих ее. С возрастом отмечается снижение функциональной патологии нарушения осанки. Дети без признаков гипермобильности имеют четкую тенденцию к нормализации осанки к возрасту 15-17 лет, но у детей с генерализованной гипермобильностью суставов с увеличением возраста отмечается значительный рост структуральной патологии. Сколиозы, кифозы, кифосколиозы у детей с гипермобильностью манифестируют значительно раньше, в 5-7 лет, в отличие от детей без признаков гипермобильности, 12 лет. Сколиоз первой степени у детей с гипермобильностью выявлен в 2 раза чаще. Патологические кифозы и кифосколиозы в 2,5 раза чаще, а сколиоз второй степени в пять раз чаще. В первой группе патология стоп у детей с гипермобильностью также выявлена в 2,73 раза чаще, чем у детей, не имеющих таковой. У детей с гипермобильностью преобладают сложные трехплоскостные деформации стоп. Деформация грудной клетки у детей с гипермобильностью выявлена чаще в пять раз. Характерны асимметричные диспластические типы деформации грудной клетки. Разная длина конечностей выявлена только у одного ребенка без признаков гипермобильности и у 13 детей с гипермобильностью суставов. Разная длина конечностей более характерна для девочек. При сборе анамнеза у детей второй группы с углубленным обследованием в 27 процентах выявлена патология беременности у матери. 30 процентов детей родились от патологических родов. У 39 процентов детей второй группы имелись жалобы на боли в нижних конечностях, слабость, утомляемость, рецидивирующие дисторсии шейного отдела позвоночника, затруднения в выполнении норматива физкультуры в школе. Патология опорно-двигательного аппарата при углубленном обследовании выявлена у 99 процентов детей. При обладающими нозологиями явилось плоскостопие, нарушение осанки, сколиоз первой степени. Только у 32 детей отмечались единичные нозологические формы ортопедической патологии. При рентгенологическом обследовании детей второй группы в 44 процента выявлены различные дизонтогенетические изменения позвонков. У 60 процентов детей второй группы изменения на реоэнцефалографии. У 48 процента выявлены различные изменения на ЭКГ. У 43 процентов различные изменения на эхокардиограмме. 65 процентов детей У детей 2 группы неврологам был поставлен диагноз расстройство вегетативной нервной системы. У 33% детей выявлена патология зрения в виде аномалии рефракции. Патология желудочно-кишечного тракта у 55 детей. У 5 детей 2 группы выявлен хронический пилонефрит впервые. 15 человек это часто болеющие дети. У 4 детей явление аллергического дерматита. У 1 ребенка впервые выявлена бронхиальная астма при обращении к ортопеду. По результатам обследования 2 группы выявлено, что только 1 девочка имела 1 группу здоровья. 58 детей имели 2 и 41 ребенок имел 3 группу здоровья. Также был проведен анализ частоты встречаемости основной патологии по данным 026У форм. Это медицинская карта ребенка для детского дошкольного учреждения и школы. 700 осмотров, 187 детей с гипермобильностью. И результатов углубленного обследования в условиях поликлиники. 2 группа 100 детей. Сделан вывод, что профилактические осмотры в школах и дошкольных учреждениях проводятся поверхностно. Без должного внимания специалистов не отражают реальную картину заболеваемости. Ну и таким образом на основании результата выполненной работы сделаны следующие выводы. Распространенность патологии опорно-двигательного аппарата достигает сегодня размеров эпидемии. И занимает ведущее место среди заболеваемости у детей и подростков 73,3%. Генерализованная гипермобильность суставов, ведущий клинический признак недифференцированной дисплазии соединительной ткани. И маркер риска развития ортопедической патологии. Ежегодные профилактические осмотры ортопедам целесообразно проводить всем детям с возраста 2 лет. Целесообразно использовать алгоритмы диспансеризации детей с гипермобильностью суставов для своевременного выявления, профилактики и лечения патологии опорно-двигательного аппарата. На основании полученных результатов исследований предложен метод скрининг диагностики ортопедической патологии у детей по результатам оценки гипермобильности суставов как основного маркера недифференцированной дисплазии соединительной ткани. Но и также предложены и внедрены алгоритмы диспансеризации данных детей. Благодарим за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА